Добрый день, коллеги! В этом ролике я расскажу вам о водонагревателях, поддерживающих функцию управления по сети Wi-Fi. Для того, чтобы вы могли поделиться этой информацией с конечными пользователями и объяснить им, что это не только значительно упрощает управление их водонагревателями, но и, главное, позволяет сократить затраты, связанные с электропотреблением, более чем в два раза. А если быть точным, при правильном использовании до 55%. А в денежном эквиваленте это порядка 12 тысяч рублей за два года. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к тому, как это все работает. Так, значит, мы вставляем модуль Wi-Fi в гнездо на нижней крышке вашего водонагревателя Electrolux Centuria IQ 2.0 и заходим в мобильное приложение Electrolux Home Comfort Climatic Appliance. Здесь мы выбираем раздел «Нагрев воды». Теперь, чтобы синхронизировать ваш водонагреватель с мобильным приложением по сети Wi-Fi, мы зажимаем кнопку на модуле Wi-Fi до тех пор, пока он не появится в меню. Здесь он появляется, вы даете ему имя, у меня он уже есть, Centuria IQ 2.0. Заходим непосредственно в этот прибор и попадаем в меню управления вашим водонагревателем. Что у нас здесь есть? В верхнем левом углу мы видим кнопку включения-выключения прибора. Нажав на нее, мы выключаем устройство. Нажав вторично, включаем устройство. В верхнем правом углу мы видим кнопку со знаком «Вопросы». Здесь находится вся необходимая пользовательская информация о всех приборах из линейки Electrolux Centuria IQ 2.0. Далее мы переходим непосредственно к меню управления данным водонагревателем. На верхней половине экрана мы видим кольцо, внутри которого два показателя температуры. 75 градусов – это та температура, которую мы задаем прибору. Мы можем либо нажать на цифру 75 и выбрать любую температуру в диапазоне от 35 до 75 градусов. Либо взять джойстик, который расположен на синей линии и изменять температуру таким образом. Под температурой 55 градусов мы видим показатель 68 градусов. Это температура воды в реальном времени, которая находится в водонагревателе. Ниже мы видим шкалу, на которой написано в данном случае «ЭКО». Это соответствует температуре от 50 до 55 градусов. Это приложение подсказывает вам, в каком режиме работает ваш водонагреватель. «ЭКО» значит экономичный. Далее мы переходим к функции «Мощность». Здесь мы можем выбирать один из трех режимов нагрева. Далее находится главная кнопка – это режим экономии. Включаем режим экономии. Приложение предлагает нам ввести время, когда вам нужна горячая вода – утром и вечером. Допустим, выбираем 7 часов утра. Здесь вы можете выбирать от 6 до 10 часов утра включительно. И вечерний период также от 6 до 10 вечера. Допустим, выбираем, что горячая вода вам нужна в 7 часов утра, а вечером нужна в 9 часов утра. Нажимаем «Подтвердить». Здесь нам приложение напоминает, что при активном режиме экономии управление другими настройками недоступно. Для их активации отключите режим экономии. Вот так выглядит меню управления при включенном режиме экономии. Как вы видите, действительно, все другие функции недоступны. Чтобы ими воспользоваться, нужно отключить режим экономии. При режиме экономии прибор сам нагреет воду к заданному времени. Во все остальное время прибор будет выключен. А значит, вам не придется платить за перерасход электроэнергии. Переходим к следующей функции – таймер отложенного старта. Здесь вы можете выбирать время от 1 минуты до 24 часов. Далее идет функция «Текущее время». Здесь вы можете задать прибору «Текущее время». Следующая доступная функция – режим самоочистки. В этом режиме прибор будет прогревать воду до 70 градусов и удерживать эту температуру в течение последующих 20 минут. Режим автоматически запускается через 3 дня после последнего использования бака и будет включаться далее раз в неделю. При активации этого режима происходит полная антибактериальная термическая обработка воды. И последняя доступная функция в мобильном приложении – это режим незамерзания или режим антизамерзания бака. При активации данного режима бак сам будет отслеживать температуру наружного воздуха, ориентируясь на температуру воды в баке. И как только она опустится до температуры ниже, чем 5 градусов по Цельсию, бак будет ее поддерживать на этой отметке при минимальных затратах электроэнергии. Теперь вы можете не переживать, если ваш водонагреватель установлен в бане, где нет отопления или на даче в загородном доме. Вы спокойно можете его оставить, зная, что в случае понижения температуры бак сам о себе позаботится. Как вы видите, пользоваться мобильным приложением и управлять водонагревателем Centuria IQ 2.0 по сети Wi-Fi просто и удобно. И самое главное, выгодно для вашего семейного бюджета. Следите за нашими новинками. До скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»